Всем привет! Часто ли задаетесь вопросом, а не вредны или химические средства для стирки детской одежды моему ребенку? А какое средство лучше выбрать? Мыло или стиральный порошок? Какой должен быть состав в этой химии? А нужно ли гладить вещи после стирки? Если все эти вопросы не дают вам покоя, вы обратились по адресу. Меня зовут Анастасия, вы на канале BabyGo и давайте попробуем вместе разобраться. Поехали! Одним из основных условий эффективной и безвредной стирки является правильное подобранное и безопасное средство. И стирка вещей для нарожденных не является исключением, ведь кожа малыша долгое время контактирует с одеждой. Сейчас в магазинах вы найдете такое множество средств для стирки, что очень просто запутаться. Давайте сейчас попробуем вместе разобраться, что же нам лучше выбрать. Первое средство для стирки, которое мы рассмотрим, это мыло. Многие мамочки считают, что мыло это самое безопасное средство для стирки, но это не всегда верно. Некоторые порошки по своему составу даже менее токсичны, чем мыло. Поэтому при покупке мыла обязательно смотрим состав. Основной моющий компонент мыла – соль жирных кислот, АПАВ. Лучше, чтобы они были растительного происхождения. Если на упаковке это не указано, то эти соль жирных кислот будут изготовлены из продуктов нефтепереработки. Сами понимаете, чтобы кожа малыша контактировала с таким продуктом, это не самый лучший вариант. Поэтому обязательно читаем состав мыла. Мыло точно пригодится нам для застирывания пятен, особенно во время ведения прикорма. Если мы будем пятна застирывать сразу, как они появляются, то это нас избавит от необходимости их отбеливать, и вещи нам прослужат более долгое время. Даже если вас не устраивают современные средства для стирки, не спешите тереть мыло на терке. Сейчас в магазинах продается готовая мыльная стружка. Готовая мыльная стружка – это один из вариантов экологичной стирки детских вещей. Только обязательно читайте инструкцию по применению. Если вы переборщите с этой стружкой, то пена и стиральная машина может выйти за ее пределы. Разумеется, самым верным выбором средства для стирки детской одежды является стиральный порошок. В настоящее время это самое распространенное средство для стирки. Но при покупке стирального порошка обязательно обращаем внимание на его состав. Самые вредные химические средства в составе стирального порошка такие – фосфаты, фосфонаты, циолиты, опав и оптические отбеливатели. Так что учитываем, что этих веществ должно быть по минимуму в детском стиральном порошке, а лучше вообще их не должно быть. Но при этом, чем меньше таких веществ в порошке, тем хуже его моющие свойства. Но в данной ситуации, мне кажется, лучше пожертвовать чистоту одежды, чем здоровье малыша. Гораздо более безопасным и эффективным средством для стирки является гель. За счет своей жидкой консистенции производителям удалось добиться уменьшения размера моющих частиц. То есть можно отметить, что они лучше выполаскиваются из одежды, и мы не будем вдыхать эти частицы, и они не будут контактировать с кожей малыша, что является несомненно плюсом. Также можно отметить, что мы не будем вдыхать эти моющие частицы, как в случае с порошком. Но, к сожалению, они более дорогостоящие, чем порошки. Мыль на орехи является одним из вариантов экологичной стирки вещей для новорожденных. Чаще всего они используются для залабо-загрязненных вещей. Мыльные орехи мылятся при высоких температурах, поэтому их очень удобно использовать в стиральной машине. Помещаем туда одежду. Далее в мешочек кладем скорлупки этих мыльных орехов и включаем стирку. Помимо того, что это самое экологичное средство, они и так же являются очень экономичными. Давайте подведем итоги, какие же средства для стирки одежды новорожденного нам необходимо приобрести. Первый – это детский мыл для застирывания пятен. Читаем состав. Оно должно быть растительного происхождения. Далее для основной стирки мы приобретаем гель либо порошок. Также читаем состав, чтобы в нем было меньшее количество вредных средств. Это фосфат и фосфоназы, циолит, оптические отбелители и опав. Далее для менее загрязненного белья мы приобретаем мыльные орехи. При наличии одежды из деликатной ткани, из шерсти или из шелка, нужно приобретать отдельные средства для стирки. На его упаковке это будет указано, что оно подходит для стирки таких вещей. Обычным мылом, стиральным порошком или гелем мы эту вещь не сможем постирать, мы ее обязательно испортим. Теперь давайте обсудим такой немаловажный момент, как глажка детской одежды после стирки. Кто-то считает, что эта процедура совсем ни к чему, отнимает только силы и время. Кто-то скажет, что без глажки вещей никак не обойтись. На первых порах, конечно, лучше гладить детскую одежду, потому что она становится более мягкой, приятной к телу. К тому же убивает лишние бактерии, которые могут попасть в незажившую пупочную ранку. Можно привлекать к этому делу мужа, либо родственников, ну, либо гладить самой при этом, слушая музыку, аудиокнигу или смотреть вебинар. Когда попасть в ранку заживет, можно уже обойтись без глажки, либо гладить на ваше усмотрение, когда будет время или сила на это дело. На заключение хочется сказать, что не стоит экономить на стирке одежды для вашего малыша, а также стоит ее гладить. С вами был канал BabyGo, я Анастасия, мама двухлетнего Дениски. Оставляйте свои комментарии, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. Здесь вы найдете много полезной информации, развивающей игры с вашим малышом, а также советы для молодых мам. Делитесь этим видео с другими мамами, думаю, им тоже будет интересен вопрос о том, как стирать детскую одежду без вреда для организма. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok